Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Все из 46 фамилий. Память героев-пионеров Каменско-Шахтинского увековечена в школе, где они провели последнюю ночь своей жизни. Чудом выжили два человека. Абсолютно чудом. Это Сергей Удовиченко, это Владимир Брус. Рук не обожгли ни огонь, ни жидкий азот. Научное шоу стало частью открытой лабораторной в ДГТУ. Нам доказали, что все-таки килограмм ваты чуть легче, чем килограмм железа. Овертайм – плавный переход к чистым победам. Хоккейный Ростов прервал серию из трех поражений. Грантовая поддержка фермеров продлена до 2025 года. На создание молочной фермы теперь можно получить 30 миллионов рублей. При этом необходимая доля собственных средств снижена вдвое – с 40 до 20%. Развитие малого агробизнеса обсудили на совещании в Песченокопском районе под руководством губернатора. На кроличьей ферме стерильная чистота. Современное оборудование куплено за счет гранта. Фермер Сергей Комлев получил его пару лет назад. И бизнес успешно развивается. Губернатор рассказывает о географии поставок диетического мяса. Москва, Рязань, Краснодарский край. Я попросил единственное, чтобы в области посодействовали организации питания в дошкольных учреждениях и школьных диетическим мясом кролика. Вот об этом попросил. Попросил от имени четырех фермеров, которые занимаются кальководством в нашей области. Шесть лет назад грант положил начало еще одному агропредприятию. Полтора миллиона господдержки фермер потратил на строительство первого коровника на полсотни голов. Сейчас рогатых уже больше тысячи. Скооперировался с мясокомбинатом. МПК «Виктория» возглавляет. Морож Сергей Викторович. С ними я тесно работаю. Мясо забирают. В случае каких-то финансовых досруднений тоже решают. Никаких проблем с реализацией, как бы сказать, нет. Вот и всем животноводам надо бы скооперироваться, считает фермер. Тогда и не будет проблем с поиском молодняка и с бытом. Планы развития молочного животноводства обсуждают на совещании. В этом году решено сместить акцент с начинающих на семейные фермы. Главное поддержать тех людей, которые, я считаю, что не которые на сегодняшний день держат 5-10 голов, которые держат даже 100 голов. Потому что им тоже, они уже состоялись, они как бы своим детям точно так же передадут опыт свой. И эти люди действительно будут продолжать все вот в этой системе нашей потребной операции. На создание молочной фермы на 100 голов можно получить 50 миллионов государственных рублей. Из них 30 миллионов – федеральный грант, 10 – региональный и еще 10 – льготный кредит. Слава хлеборобам! Я всегда это говорил. Но у нас с вами есть нереализованные возможности. Вот я был сегодня в мясном хозяйстве. Слушайте, 72 центнера из гектара урожайности. 72, потому что все, что там появляется, все идет на поля. Органическое удобрение, качество, сохранение почвы, повышение его благородия. Поддержать фермера может сельхозка операция. Ядро системы – мясокомбинат. Под его заказ могут работать несколько десятков хозяйств. Я же говорю сегодня о том, чтобы создать условия для работы людей, создать дополнительные условия для обеспечения социальной сферы продуктами, товарами, хорошего качества и так далее. Своими, между прочим, здесь выращенными. И вот в этом направлении. То есть это не задача создать предприятие, а задача создать систему, которая в итоге обеспечит работу других предприятий. В Целинском районе губернатор побывал в новой конно-спортивной школе, построенной по программе «Газпрома». Юные конники показали себя в выездке и конкуре. Красавица, красавица, красавица. «Газпром» планирует построить еще одну такую школу на ростовском левом берегу Дона, в спортивном кластере, рядом с Ростов-Ареной. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Песченокопский и Целинский районы. В Ростовском центре подготовки общественных наблюдателей побывал член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Член мониторинговой группы СПЧ по наблюдению на выборах пообщался с теми, кто решил стать общественными наблюдателями и поучаствовал в обсуждении вопросов контроля избирательного процесса в нашем регионе. «В целом есть хороший старт. Общественники Ростовской области настроены на серьезную работу с тем, чтобы выборы прошли прозрачно в рамках правового поля. Со своей стороны и по линии Совета по правам человека, Ассоциации гражданский контроль мы будем помогать оказывать информационную экспертную поддержку». Правозащитник отметил, что важно привлечь к избирательному процессу как можно больше людей и создать все условия для честных выборов. 46 подростков были расстреляны в 1943 году в Каменске-Шахтинском. Фашисты расправились с ними за помощь Красной Армии. Ночь перед расстрелом пионеры провели в подвале школы имени Пушкина. А теперь, к 75-летию освобождения города, ей теперь уже гимназии присвоено имя героев-пионеров. Фамилии пионеров-героев навеки в истории Каменска-Шахтинского. Эти мальчишки в январе 1943-го навели вошедших в город советских солдат на вражеские склады и огневые точки. В том бою красноармейцы в городе не закрепились, и немцы детей расстреляли без скидок на возраст. А через три недели, 13 февраля, Каменск-Шахтинский был полностью освобожден. И вот, ровно через 75 лет, 105-летняя гимназия номер 12 получила новое имя из четырех десятков фамилий. Чудом выжили два человека. Абсолютно чудом. Это Сергей Удовиченко, это Владимир Брус, которые приезжали в школу, которые открывали стелу памяти героям-пионерам. То решение, которое приняли депутаты городской думы, присвоить школе имя героев-пионеров, это очень важно. Это даже этап восстановления исторической справедливости. Назвать гимназию именами героев-пионеров предложили родители и педагоги. Ту еще дореволюционную часть здания, связанную с героической военной историей, пять лет назад пришлось закрыть из-за разрушения. Школьники занимаются в корпусе, который пристроили к гимназии в 56-м. Ну так получилось, что основное здание больше пострадало. Хотя вы видели, что стяжки есть и на пристройке. Это вот из-за просадки грунта, который у нас здесь особенный, потому что недалеко река находится. Закрытие старого здания лишило учеников актового и спортивного залов. А из-за нехватки кабинетов гимназия теперь учится в две смены. На разработку проектно-сметной документации для восстановления старого корпуса область и город потратят 8 миллионов рублей. За этот год проект обещают подготовить. А еще создать в гимназии собственную галерею славы героев-пионеров и вынести их историю на стенд в будущем народном музее Самбекской высоты. Иван Полехин, Юлия Сурикова и Юрий Санкин, Дон-24, Каменш-Шахтинский. Что легче, килограмм ваты или килограмм железа? Оказывается, тот, кто не заметит подвоха в вопросе и скажет «ваты», будет прав. Лампу Дэви и трубу Рубенса, опыты с огнем и жидким азотом, показали на открытой лабораторной в ДГТУ. Для начала школьники и студенты проверили свои знания по физике, химии, астрономии, антропологии и механике. А затем гости из Москвы устроили научное шоу. 800 градусов температура, горение и никаких ожогов. Такие спецэффекты помогают создавать атмосферу в кино. Все очень просто, но повторять такое лаборанты не советуют. Через мыльную воду пропустили горючий газ, затем вымыли руки в мыльной воде и подожгли. А так как руку защищает водная подушка, ожогов не будет. А эта новая разработка показывает, насколько важно точное соотношение горючего и окислителя при пуске ракет. Их роль выполняли бутылки. В одной бутылке было получистое горючее, в другом смешанном на глаз горючее с окислителем, и в третьей было смешано уже в той пропорции, которая была нужна для реакции. Это секрет, во-первых, и фирмы, во-вторых, и людям это все рассказывать не надо. Мало ли кто захочет повторить, а навыка такого, естественно, нет. Хорошо полетела только третья ракета. Школьникам показали, как можно держать в руках жидкий азот. Важно, чтобы он скользил и не оставался на ладони. Свой опыт показали и участники Ростовского студенческого театра удивительной науки с трубой Рубенса. Звук, он распространяется в среде, как волна. А мембрана, которая у нас была на трубе, она, можно сказать, как передатчик, либо как усиливает еще эту волну. И получается у нас, мы с одной стороны подаем газ и поджигаем его сверху. Видим равномерное пламя в начале. Потом, когда мы подключаем музыку, распространятся звуковые волны. Но основная цель открытой лабораторной – самопроверка знаний в разных предметах. Там были вопросы про молекулы, ну, в общем, что-то связанное с химией. Потом там были вопросы про железо, то есть какой металл тяжелее. И нам доказали, что все-таки килограмм ваты чуть легче, чем килограмм железа. Самое чудное, наверное, было насчет астрономии. Какая самая яркая это в всем звездах? Ну, вообще, я ответила, что поляная звезда, а оказывается, что самая яркая звезда – это Сивиус. Астрономия, кстати, в этом году стала обязательной в школьной программе. В лабораторной были вопросы по движению звезд с менее времен года искусственным спутникам. Евгения Слинкина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Проигрышная серия хоккейного Ростова растянулась на три матча, и прервать ее удалось только в овертайме. В первой домашней встрече с Тамбовом «Волки» растерзали Кондоров 4-1, единственный гол у нашей команды на счету Андрея Мартынова. Во втором матче зрители увидели первую заброшенную шайбу в самом начале второго периода. Отличились гости, но спустя 20 секунд Алексей Прохоров точным броском восстановил равновесие, затем Матвяков вывел Ростов вперед 2-1. До перерыва качели снова качнулись в Тамбовскую сторону. Гости дважды поразили ворота Горелого, но последнее слово осталось за нами. В третьей 20-ти минутке Мартынов сравнял счет, а уже в добавленное время Савинов установил окончательный результат 4-3. Подробнее об играх с Тамбовом расскажут мои коллеги в программе «Спорт на Дону» во вторник в 20.30. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова